Здравствуйте! Давайте с вами проверим связь. Специально включу музыку, наверное лучше выключить. Давайте проверим, как меня слышно, видно. Значит, все ли видно слайды, ссылочки там, все проверьте. Сейчас у нас будет часть, мы посвятим его зарплатным налогам. Значит, если у вас есть звук и видео все нормально показывает, вы, пожалуйста, на плюсик поставьте. И если есть возможность, напишите, пожалуйста, из какого вы города, чтобы вы понимали расположение наших слушателей. И чем вы занимаетесь и еще должность. То есть понимать, с кем я разговариваю. Хотя у нас есть, в принципе, список слушателей, но я думаю, что всем будет интересно, кто присутствует на вебинаре. Как правило, на таком вебинаре случайных людей не бывает. Давайте все проверяйте звук. У нас мы проводили на прошлой неделе вебинар. То есть в начале у нас было где-то человек 40, закончили мы, у нас было 240 человек. Вот сегодня у нас 26 человек пока участников. Поэтому скоро мы начнем еще минутку. Дайте себе пока кофе. Я вот таким образом распечатал себе слайды. Потому что мне, честно сказать, я пенсионер, поэтому мне проще как-то все с бумагой работать. Ну, производство бетона – отличная тема. Вообще, где-то, наверное, лет 8 назад мы занимались очень серьезно вопросами завода, который занимается производством железобетона. К этому обращайтесь. Строительное сооружение, оценочная деятельность. Отлично. Металлических изделий, производство – вообще наша тема. Вообще, честно сказать, мало отраслей вообще, где бы мы ни побывали. Все-таки 20 лет они бесследно не проходят. Ну что, уважаемые коллеги, у нас время ровно 11.00. Участников – 30 человек. И я предлагаю, и жестко, производство изделий из металла. Отличная тема. Давайте я предлагаю подождать еще ровно. Подсоединились. Начнем. Почему случайных людей не бывает? Потому что после той пиар-акции, которая прошла на всех центральных каналах, насчет меня, то есть, как бы, люди очень осторожно сейчас начинают читать мои книжки и, как бы, участвовать в новой вебинарах. Ну, это вообще отдельная тема, и мы когда-нибудь о ней поговорим. Ну что, уважаемые коллеги, производство рекламы Москва. Ну что, уважаемые коллеги, предлагаю начать. Раз нам все слышно и видно. И давайте, у вас есть или распечатанные слайды, или слайды, которые вы видите сейчас на экране. Если что, то здесь у нас вот вверху, я прямо сегодня утром сидел, и все вам, все ссылки накидал. То есть, вот, где там скачать эти слайды можно, где можно посмотреть книжку «70 решений по зарплатным налогам». Давайте начнем с вами сначала. Значит, у вас первый слайд. Первый слайд. Здесь просто говорится о том, что главное, все, что останется после меня. Останется после меня. Мы вам предлагаем систему налогового консультирования, которую мы продавали за 100 тысяч рублей. Теперь мы сделаем в связи с коронавирусом супер скидку, особенно для тех, кто слушает вебинары. Мои 95%. Здесь сосредоточены, вот если у нас книжки по зарплате, сейчас книжки по зарплате 70 схем, то, конечно, в этой системе более тысячи только по зарплате. Представляете, то есть просто, по-русски говоря, здоровья не хватит, все это перелопать. При том, что здесь всегда есть ссылка на письма Минфина и налоговая служба. Грузоперевозка – отличная тоже тема. Транспортных услуг. Посмотрите мой вебинар, который посвящен МДС. Я думаю, что вы до себя очень много чего найдете. Тем более, грузоперевозки очень сложный. Период у них, как обычно, с МДС. Значит, программа и книжку. Книжки всего стоимость 300 рублей. То есть в формате PDF ее можно скачать. Тем более, я во время вебинара буду на нее ссылаться. И давайте начнем с самого начала. С понимания, что у нас происходит в стране. Потому что большинство наоборот как ни странно вообще. Реально, как ни странно. Когда я им начну, знаешь, рассказывать вообще все, что происходит в стране, такое ощущение, что они как будто в этой стране не живут. Все, это, может быть, это нормально, потому что глобух, она чем занимается? То есть она занимается сдачей отчетности. Да, там, утром просыпается, не заблокировали, значит, ли расчетный счет, не пришло ли по ТКСу. То есть у нас такая своя жизнь. Все-таки, когда ты занимаешься внешнюю среду, окружение, изучать, это же время надо на это тратить. То же самое директор, он связан с производством, ему надо там зарплату выплачивать, и так далее, и так далее. И когда я ему рассказываю, что происходит вообще с налогами в стране, вообще, куда движется налоговая система Российской Федерации, вообще, к чему надо быть готовым или нет, то особенно директора, они просто не верят в то, что происходит сейчас в нашей стране. не верят только до того момента, когда к ним не придет выездная налоговая проверка. И про выездную налоговую проверку мы очень много говорили, посмотрите на YouTube-канале, очень много у меня там есть видеороликов записано, вебинары мы проводили, книжку новую мы издали, то есть дополнительные реальности тоже. с такого ракурса свою службу не видели, наверное, и сами налоговики. Можно будет посмотреть, связанно с выездными налоговыми проверками, потому что сейчас у нас закончится месяц и начнется просто, наверное, месиво, потому что, как вы видели, бюджет, значит, денег недополучает, все местные бюджеты провалились, поэтому дана команда максимально собрать все, что только возможно собрать и невозможное тоже. Поэтому надо быть к этому готовыми и как налоговая служба собирает у нас налоги, почему мы сегодня вот тема зарплатных налогов, она интересна. Собирает она, сейчас перейдем на следующий слайд, то есть мы об этом уже говорили, путем налогового администрирования. И у нее сейчас четыре направления, то есть для нее совершенно не важно, какие ставки налогов вы платите, вообще какие ставки у вас, вообще какие налоги, вообще не представляете, для того, чтобы собрать налоги, для нее вообще ничего не важно. То есть она создала для себя совершенно отдельный от налогового кодекса инструмент, называется это инструмент налогового администрирования. И, значит, первое направление это у нас с вами однодневки. Если вы посмотрите акты выездных налоговых проверок на протяжении пяти лет, я там вижу практически всегда только однодневки. То есть, и более того, все до начисления всех налогов только благодаря однодневкам происходит. Значит, сейчас они понимают, что однодневки, как они говорят, что период закончился, хотя я могу сказать, что просто он ушел в другое качество. Теперь сами правоохранительные органы, сотрудники налоговой службы сами предлагают эти решения для налогоплательщиков. Ничего никуда не ушло, потому что если вы посмотрите вебинар по НДС, вы поймете, что НДС это самый коррупционный налог, который у нас существует вообще в мире. Поэтому в этом однодневке еще будут несколько лет точно вот молотить и собирать налоги. Второе направление, то есть они понимают, что НДС и РС заканчивается. И второе направление у нас с вами это дробление бизнеса. То есть дробление бизнеса, то есть пришли к вам, однодневок нет, все чисто, хорошо, смотрят дробление бизнеса. Как найти у вас дробление бизнеса? Сразу же хочу сказать, что 85% налогоплательщиков всегда используют дробление бизнеса с точки зрения налоговой службы. Значит, когда возникает воздробление бизнеса, два случая существуют. Первое, это вы когда работаете с кем-либо, кто находится на специальном налоговом режиме, то есть продаете что-то, покупаете. То есть налоговая служба может честь вас взаимозависимым и объединить ваши обороты, обложить налогами. Или вы просто делите компанию на очень многие всяких фирм различных и они тоже это могут все схлопнуть. То есть это у них второй элемент. То есть если с однодевками разобраться не могут, то идут туда. Там большие суммы денег, там вообще девцы некуда. Тем более прошлые мы с вами вернуть не можем. Я рекомендую, если у вас такая ситуация, то обращайтесь к нам. То есть у нас есть технология, каким образом это все разрулить. Дальше следующее, третье направление, это зарплатные налоги. То, что сейчас везде об этом говорится по телевидению. Вы слышали, что собираются ввести уголовную ответственность за любую сумму, которую вы выплачиваете, типа там серой заработной платой. Вот. И зарплатные налоги, это тема, она же не нова. То есть это, я не знаю, на протяжении десятков лет различные комиссии по зарплатам. Значит, вашу зарплату сравнивают статистически с другими там компаниями и просят вас все время ее повысить, повысить. Значит, налогоподельщики повышают ее по-разному. То есть у нас в Питере была такая ситуация, испугавшись очередной угрозы со стороны налоговой службы. Ну, опять же, это все я рассказывал на семинаре, посвященных выездным налоговым проверкам. Значит, директор побежал и всем повысил зарплату. При том, что у него зарплата была 30 тысяч официально, 100 тысяч неофициально, с нового года все стали получать 130. Значит, налоговая служба от радости чуть не умерла. То есть она прямо прибежала туда к нему и всех допросила, всех сотрудников, все сказали, ну, нам всегда 130 выплачивали. И нет больше этого завода. Поэтому даже когда вы очень сильно испугались и точно надо делать очень резких скачков, то есть это должно быть очень происходить медленно и постепенно. То есть динамика, если такой показатель, все прямо на этом слайде отметьте, динамика 10%. То есть она везде отслеживается. То есть любое повышение в большую сторону, в меньшую сторону 10% это вы попали на выездную налоговую проверку. И третье, четвертое направление это наши транзакции. То есть если вы посмотрите, я рекомендую вам зайти на телеграм-канал, наш налоговая балалайка. Там мы разместили, значит, видео, где Познер ведет интервью у Егорова. Здравствуйте, уважаемые читатели канала «Налоговая балалайка». Ну что, давайте с вами продолжим. То есть и там говорится о том, что им все известно. То есть им известно все транзакции, все ваши платежи и так далее. То есть, по-русски говоря, замочить они нас могли вообще там года 3-4 назад вообще легко всех. Вот. Просто они решили сначала ввести режим самозанятых постепенно, а потом уже и как бы дальше все это прогнуть линию. Все, ну, в любом случае это все к этому и идет. Вот. Поэтому любые транзакции, то есть когда налоговая служба, первый этап, однодневки, дробление, зарплатные налоги, все это пройдет, то есть она уйдет на транзакции, она просто, у нас же не действует присутствия невиновности, она просто возьмет все ваши транзакции с карточкой, а может НДФО вам 13%. Но если вы с этим не согласны вдруг, то вы, пожалуйста, докажите, что это у вас не является доходом. То есть я думаю, что очень интересное направление. То есть я почему об этом говорю? Потому что вот так вот действует налоговая служба. Вот это наш мир, в котором мы живем, без каких-то фантазий. Вот. Еще, конечно, у нас налоговая служба – это самый серьезный, я бы сказал, орган, то есть который может на вас натравить полицейских сотрудников ФСБ, да, и там просто уже не уйти. Порядок же следующий происходит. Приходит у вас зарплата, они говорят, серая. Они говорят, не серая. Но не серая, значит, вам выйдет сейчас полицейский. А полицейский маловато, но сейчас ФСБ придет, да. Самое главное, чтобы у вас были деньги. И вот это просто схема работы, то есть она у нас вот просто вот так вот собираются налоги. Тем более, если опять же зайдете на налоговую балалайку, то 50% налогоплательщиков именно вот такие угрозы получали со стороны сотрудников налоговой службы. Поэтому к этому надо быть готовым. Я не говорю, что это только в нашей стране такое происходит. Это вообще, наверное, в мире. Может, по-другому налоги не соберешь. И еще вот, кроме транзакций, это наша так называемая незаконная предпринимательская деятельность. Хочу обратить внимание, что вообще это до пяти лет. Ко мне обращаются вот в Москве, значит, всякие там бизнес-ангелы, которые там инвесторы фантастические, которые инвестируют недвижимость в аренду, значит, и не обогают никакими налогами. Вот. То есть я думаю, что, ребята, время уже заканчивается в таких инвестициях. То есть в первую очередь, перед тем, как вы что-то делаете, обязательно подумайте о налогах. Вот. И о том, что налоговой службы просто беспрецедентные ресурсы для того, чтобы заставить вас заплатить любую сумму налогов, которым сверху обозначен. Поэтому вот это такая вот наша жизнь, такая наша окружающая среда. То есть, и если мы с вами переясним на следующий слайд, то у нас с вами вот 2020 год, значит, и 2021 год прямо черным по белому написано у налоговой службы выявление теневых доходов физических лиц. То есть у них совершенно понятно, что делать с организацией, с НДСом, с дроблением, с зарплатой. То есть как ее, значит, найти, как все. Тут вопрос просто времени, когда это все дойдет. Сейчас у них следующее направление – это выявление теневых доходов физических лиц. То есть поэтому будьте в этом плане ответы. Значит, давайте следующее, к чему мы с вами подойдем, это модель поведения налогоплательщика. То есть исходя из того, что я вам сейчас рассказал, уважаемые коллеги, не переживайте, у вас будет столько схем оптимизации налогов, просто немерено. То есть благодаря письмам Минфина налоговой службы вы под семинар вы внесете кучу идей. Но самое главное в этом вебинаре – это как правильно ими пользоваться и как туда зайти. Вы же понимаете, что у нас есть там книжка «4 тысячи налоговых схем», понимаете? В базе там еще больше. То есть надо понимать, что дело вообще не в схемах. Дело в чем-то другом, и вы, как люди, которые платите налоги, должны это четко понимать. Смотрите, значит, модель поведения налогоплательщика на территории Российской Федерации. То есть исходя из нашего опыта, постоянных там вот этих доубежек со стороны налоговой службы, значит, полицейских ФСБ, то есть мы находимся просто на пике, вот реально наша компания, и я нахожусь просто на пике того, что происходит на территории России у налогоплательщиков. При том, что мы это изучаем и смотрим не только на территорию Москвы, мы просто вот ездим в различные регионы и все видим, все, что там происходит. То есть как надо себя вести? Значит, давайте посмотрим. Во-первых, здесь показалось, что не стоит выходить в суд с ФНС Российской Федерации. Вот, то есть надо максимальное усилие не дожидаться суда, и мы там наймем адвоката и все решим с ними, а именно должно быть до акта выездной налоговой проверки. То есть вообще максимальное усилие в акте, чтобы в акте ничего не было, понимаете? Все, что там будет написано, не вырубишь топором. Дальше выходить в суд, конечно, если все-таки жизнь заставляет, надо идти, но максимальное усилие надо делать до суда, потому что в суде, правда, никто еще не нашел. Особенно спорок с налоговой службой. По-русски говоря, если ты уходишь в суд с налоговой, то вероятность того, что ты проиграешь в некоторых регионах достигает аж 99%. Конечно, вам адвокаты будут рассказывать сказки о том, что они все выиграют, все порвут и так далее, но это все не наш вариант. На протяжении трех лет мы научились не выходить в суд прямо, когда выносится первое решение, отменять это решение практически под ноль. Значит, если вам это интересно, то вы можете к нам обратиться, мы прямо покажем эти решения, акты. Значит, есть суды, где используются наши бумаги, наши аргументы, где тоже они выигрываются вообще в ноль. То есть, как бы на протяжении трех лет мы просто реально категорично против выходить в суд с налоговой службы, потому что это просто бессмысленно. То есть, надо делать другие какие-то, использовать другие технологии. Дальше, не оптимизировать налоги в рамках налогового кодекса. Уважаемые коллеги, те льготы и преференции, о которых я сейчас буду вам рассказывать, они же придуманы не для того, чтобы оптимизировать налоги, они придуманы для того, чтобы стимулировать какой-то бизнес. Да, то есть, вот есть там ИТР-компания, есть там, значит, полиграфия, есть там еще что-то, да. То есть, есть некие льготы, да, которые позволяют этим организациям быть вне конкуренции и, соответственно, расти. Вот. То есть, когда вы начинаете хромого, значит, сидеть и думать, о каким образом сейчас по текущей бизнес использовать тысячи льгот, то это может быть хорошим не кончится. Особенно, если вы это делаете самостоятельно, без привлечения специалистов. Поэтому никто, уважаемые коллеги, никто не оптимизирует налоги в рамках российского налогового кодекса. Это бессмысленно, потому что вы играете в правовом поле, которое написано не вами. Значит, и все, что вы не делали, даже вы там будете с десятью тысячами адвокатами, у вас будут ссылки на прямые ссылки на нормативные документы, как у нас было много раз. Значит, не факт, что вы правы. То есть, есть другая особенность, как защищаться вообще налогоплательщику. Дальше все противоречия однозначно трактуются в пользу налоговой службы. То есть, не надо говорить, что мы правы, типа налогово не правы. Это практически бессмысленно. Вот. Значит, вот мы всегда, когда что-то предлагаем клиенту, если налоговая служба этого клиента не согласна, то мы это не внедряем. А почему? Потому что у нас еще в рейдгитом 3800 вариантов. Мы всегда подберем тот вариант, при котором все это будет в рамках закона, и они будут с этим согласны. Вообще, как бы это самый правильный путь движения. То есть, у вас есть некая производственная деятельность, есть некая торговля, вы чем-то занимаетесь. Именно для этой отрасли, именно найти эти льготы и преференции, которые существуют на территории Российской Федерации, закрепить их различными письмами и инстанциями, и просто спокойно их использовать и жить дальше. То есть, это самый хороший вариант. Дальше, но любые сомнения имеют подтверждение от ФНС Российской Федерации. Я уже сказал, что... Почему я вот спокоен насчет своих клиентов? Потому что у меня нет внедренных схем оптимизации налогов, в кавычках оптимизации налогов, с которыми бы не была согласна сама налоговая служба или МФИ. То есть, всегда они вначале дают согласие, что это все в рамках закона, что нет никаких противоречий, и тогда только мы это внедряем, не то внедряем. Мы сначала тестовый режим проводим, а потом на все предприятие, потому что, как правило, жизнь показывает, что... Тестовый режим показывает, что сотрудники бухгалтерии, там еще кто-то, они просто не в состоянии, там, не знаю, выписывать какие-то документы. Лучше, как бы, чтобы все куча была, и на этом, как бы, все и закончится, вся оптимизация налогов. Дальше следующее. Находиться там, где много аналогичных компаний. Так, я не знаю, мышка тут видна или нет, моя, которая по экрану бегает. Наверное, нет. Находиться там, где много аналогичных компаний. То есть, ну, мы уже говорили, что если у вас оборот 300 миллионов, идите в Москву. Значит, это как бы... Ну, опять же, на выездных налогопроверках мы эти вопросы разбирали, почему. И максимальная автоматизация, роботизация. То есть, конечно, особенно это касается зарплаты. То есть, используйте роботов, чат-боты, роботов, робототехнику. Вообще изучите, как можно каких-то элементов заменить сотрудника какой-то автоматизацией. Соответственно, вы с этого не будете платить ни НДФО, ни страховые взносы. Вот. И самое главное, самое главное, это у вас прямо по центру усилия на создание уникального продукта. То есть, если вы создадите уникальный продукт с ретабельностью 300%, это вот мы... Это расчетные расчеты мы проводили в этом плане. Значит, если у вас будет 300% ретабельность, то, соответственно, то есть, вы просто забываете вообще про все налоги. Платите все, что есть прямо вот, есть и все, и у вас еще там остается. Понимаете? То есть, вот. Поэтому многие все равно бегают, продолжают намискать фирмы однодневок. А, еще, ну, с гарантией, то есть, там, налоговую службу сама гарантирует или еще что-то. Вот. Ну, вы должны понять, что это вопрос, это временное решение. То есть, самое такое долгосрочное решение это поиск уникального продукта, где будет ретабельность 300%. Вот это самая крутая, условно говоря, оптимизация налогов, которая существует на данный момент. И туда надо идти, в это направление изучать. Более того, вот, если будет время, я вам покажу наших роботов. Представляете, какая-то аудиторская консалтинговая компания, да, и у нас тут прямо вот вместо сотрудников есть роботы, которые вот там кофе привозят. Ну, то есть, вот заменяют такие технические моменты. Пылесосит нам пол 10, то есть, уборщица не надо и так далее. Представляете, сколько налогов я сэкономил. Значит, и дальше, дальше. Давайте мы примемся к нашему закону. Открываем следующий слайд. Значит, понимание картины. Значит, я не верю там в конспирологию, да, то есть, вот это вот всякие там пришельцы, там, управление миром, там, золотой миллиард, да, то есть, как бы для меня это все как-то очень далеко, и я вижу то, что происходит в реальности в жизни. Но как бы я не читал, значит, нормативные документы, значит, статьи, новости и так далее, все равно мне вот это все ведет к этой пирамиде, которая есть, понимаете. И вот она все объясняет, что происходит с нами, с налогоплательщиками. Значит, у нас большинство людей на территории Российской Федерации, я сейчас не буду говорить о мире, мир примерно аналогично, платят со 100 заработанных рублей где-то 75% налога. Со мной можно тут спорить, прямо вот пенсионеры там особенно со мной спорят, человек там по 20% НДС, он говорит, а мы что НДС, что ли, платят? Понимаете, то есть, на 75%, то есть, вся система заточена, чтобы вы не делали с рождения с вас забрать 75% налог. Значит, то есть, пока вы обычный гражданин Российской Федерации, все полицейские, ФСБ, налоговая служба будет с вас эту сумму собирать. Для того, чтобы что-то в вашей жизни поменялось, уважаемые, это будет уникальный продукт, а второй вариант, вы должны перейти в другую категорию, то есть, некие классы есть налогоплательщиков, это в олигархов. То есть, если вы переходите в олигархов, то есть, богатых людей, на территории Российской Федерации, то вы однозначно вместе становитесь поплатить налогов. То есть, примерно, они со 100 заработанных рублей платят 35. Представляете? То есть, поэтому, когда налогоплательщик приходит, и говорит, ну, как так, вот сейчас они ушли, опять пришли. Я говорю, ну, единственный способ – это стать очень богатым парнем. Пока ты будешь находиться на том уровне, с тебя все равно будет всегда брать 75%. Значит, 35% значит дальше, потом у нас идет религиозная организация, здесь отдельная тема, они платят 10%. И вообще есть те ребята, которые вообще не платят никаких налогов в России и в мире. Вот я вам специально для вас загадку такую, кто вообще ничего не платит, находясь на территории Российской Федерации. Никаких налогов. Если вы отгадаете, то у меня есть супер-приз. Это книжка, книжка, которая не имеет, слава богу, отношения к налогам, практические философии. Более того, я хочу сказать о том, что вот откуда я эти принципы-то взял. Я к ним сам подходил, а потом наткнулся на Олдзы, Конфукции, Будду, да, и там чутко написано, что как только вы начинаете обладать чем-то или кем-то, вы не замечая того, сами становите чьей-то собственностью. Поэтому, если вы, уважаемые коллеги, становитесь директором компании, значит, мафия, мы об этом пообсудим с вами, значит, то есть, если вы начинаете быть директором какой-то компании, недвижимости, машины и так далее, вами начинают управлять все эти налоговые службы, полиция и так далее, потому что они знают, что вы можете это потерять. Дальше следующее. Живите в мире так, как будто у вас нет, и не впадайте в крайности, то есть, иначе вы потеряете поражение. То есть, если вы вообще тут уйдете и будете платить ноль налогов, то, конечно, вам это все вернется в свою противоположность. Все это, представляете, было написано 2000 лет назад, но, на самом деле, не все я прочитал, тут очень много чего есть интересного. Я специально сделал выборку, как можно знание Конфуция, Лауцзе и Буду использовать в текущей деятельности. Ну, конечно, все, что бы я ни делал, это все равно касается налогов. Поэтому, уважаемые коллеги, вас не платят, фискалы, налоговики, те, кто бы заплатил 1 миллиард налогов и так далее. Но вы, в общем, думаете, у вас вебинар еще впереди, мы только, так сказать, начинаем. Это было вобно. Дальше с вами идем мы про богатых. Значит, ребята, надо становиться, перестать платить налоги на зарплату, надо становиться богатым. Значит, во-первых, вообще, это касается не только зарплаты налогов, это вообще всех налогов. Значит, со мной начинают кто-то тут спорить, ну, просто ребята не в теме, они начинают спорить со мной. Вот, смотрите, у них отменены выездные налоговые проверки. Значит, они могут заключить, внимание, мировое соглашение с налоговой службой. И то, что они отчитываются о каких-то просто феноменальных суммах налоговой службы о том, что она заключила соглашение. То есть, должны 100 миллионов рублей, соглашение на 20. Круто? Круто. А вот пример хочу привести. Значит, я защищал беременную женщину, индивидуальную предприниматель, которая там не сдала куда-то отчетность. У нее было там долг 50 тысяч рублей бесплатно за счет. Значит, ей не простили ничего. Понимаете? То есть, как еще и там дети у нее там и так далее. Ей ничего не простили. Прямо до конца все прямо с нее, всю сумму, все изыскали. Потому что она была небогатая. Или замуж вышел из-за того. Значит, следующее. Здесь все это написано. И вот насчет посмотрите интервью Егорова, да, насчет богатых. Ему поздно спрашивают, а что там, как ставка-то НДФЛ это у вас? Он говорит, ну, а ставка НДФЛ это наши конкуренты, дай преимущества. То есть, весь мир смотрит, как в России ставка НДФЛ маленький, здесь прямо сюда бежит. Я вопрос бы задал по-другому, ребята, а как нам здесь живется с этой ставкой НДФЛ? Более того, все забыли следующий момент, что у нас вообще все олигархи освобождены вообще от налогов. Аж 14 года, представляете? Вы подсчитаете, здесь 4 апреля и так далее, здесь на слайде все написано. Ну, как бы это просто понимание опять же окружающей среды, где мы с вами находимся. Дальше я больше ничего здесь комментировать не буду, в принципе, достаточно. Поэтому наш план вебинара состоит из трех частей. Первая часть – это окружающая среда, то, что мы сейчас с вами проговорили. Второе, значит, это методы оптимизации налогов в соответствии с письмами Минфина и налоговой службы. Ничего от себя я говорить не буду, значит, только то, что нам говорит Минфин и налоговая служба. Более того, хочу сказать, что жизнь показала, что вы не должны использовать какие-либо эксклюзивные схемы оптимизации налогов. То есть, когда к вам приходит налоговый инспектор на проверку, вы должны четко понимать о том, что он должен видеть, а, так еще ваша бабушка работала, да, вот так бабушка работала с дедушкой, вот мы так и работаем. То есть, ничего эксклюзивного нет. Поэтому, когда люди начинают применять там, директоров делать вентуальный предприниматель, кроме того, что там куча проблем возникает, или там кооперативы, которые там с утра до вечера везде рекламируют, где нет ни одного нормального результата, бомжи не платят налогов. Совершенно правильно. А почему вы не начали сначала? То есть, когда я задаю такой вопрос, они говорят, на кладбище никто не платит налогов. Давайте с этого начнем. Как-то вы это с бомжей как-то рановато начали. Значит, вот, поэтому смотрите, то есть, когда к вам приходит налоговый инспектор, он должен понимать, что у вас вот все как у всех. Помните, я его отзывом прочитал, да, то есть, не выделяться. Вот. Все как у всех пошли, но самая главная часть нашего вебинара, это гарантия. То есть, если у вас будут гарантии, ну, давайте в данном случае, их на самом деле очень много, в данном случае письмо от вашего налогового службы, где вы стоите на учете, что это все в рамках закона, да, и вы это можете применять, то, конечно, вам будет легче спать. Хотя у нас в данном случае даже письмо не спасало. Не хотелось использовать другие варианты. И переходим к третьей части нашего вебинара, это так называемая классификация вообще всех методов оптимизации налогов, которые есть на территории Российской Федерации. Исходя из того, что я защитил когда-то кандидатскую, да, то есть у меня есть некие такие теоретические базовые знания в области экономики. Слава богу, я еще практически в советской школе учился, и у нас были очень крутые преподаватели. Спасибо вам за это. Значит, я все люблю там классифицировать, да, какие-то направления, тем более, когда занимаешься одними и тем же 20 лет, то по-любому уже есть некие там основные принципы, о которых я вам уже рассказал. Значит, существует пять направлений льгот и преференций, которые существуют на территории Российской Федерации. Первое, это называется социальный пакет. Значит, уважаемые коллеги, сейчас я просто вот вам проговорю, что это такое, будет ли запись вебинара, она будет значит, выложена на моем канале в ютубе, поэтому туда подпишитесь, это где-то будет завтра утром выложено. Значит, первый социальный пакет. Тем более, уважаемые коллеги, хочу сказать, что у меня очень много, значит, друзей и товарищей, которые работают в налоговой службе, я же ведь заканчивал кафедру буховатерского учета, соответственно, наши все коллеги там везде, там, если бизнес, то налоговый, то есть, поэтому они тоже просматривают этот вебинар, им тоже это очень интересно. Более того, они по моим книжкам пишут доклады руководителю налоговой службы, как они мне сказали, это все очень прикольная вещь. Очень хорошо, что ты уже стал классиком. И, возможно, вот этот вебинар, который провожу, это вот как миссионер, понимаете, то есть надо когда-то делиться опытом с молодыми ребятами, да, которые заходят на это поле, налогового консалтинга. И вот поэтому делюсь опытом. Значит, смотрите, пять направлений существует. Первый социальный пакет. Социальный пакет, он касается, вот просто идея вам рассказывает. Приходит вам сотрудник и говорит, знаете, у меня маленькая зарплата. Постоянно такое все говорят. Значит, мои сотрудники тоже мне говорят. Маленькая зарплата. Я говорю, слушай, а сколько тебе надо повысить? Ну, давай тысяч десять. Как бы десять тысяч, было, наверное, будет так вот, не много и не мало. Я говорю, слушай, а давай я тебе вот лучше куплю, там, две сим-карты, там, или три сим-карты, да, то есть я дам тебе. Ты будет, пускай, польза твоей тещей, там, мать, еще кто-то. То есть я за счет компания буду вот десять тысяч тебе это все компенсировать. Интернет, там, все прочее. Значит, он такой, значит, думает, думает, а или нет. Он говорит, нет, тогда давайте десять тысяч. Вот. Что произошло? То есть я, получается, за счет компания начинаю его содержать. Вот здесь, опять же, есть некая технология собственника. Собственники, уважаемые коллеги, всегда будут платить меньше науков, чем наемные граждане. То есть это тоже надо понимать. То есть если я собственный директор компании, да, то есть я могу всех содержать за счет своей компании. То есть если я не собственник, что происходит со ста рублями? Если я просто наемный, наемный сотрудник, то есть мне выплатят сто рублей, с него забирают, извините, там, 50 процентов налогов, мне остается 50 рублей, иду платить, значит, за мегафон, еще мегафон, там 20 процентов заберет, и я заплачу за свой телефон. Представляете, то есть вот потратил, а если я собственник бизнеса, что я делаю? Я говорю, мегафону все плачу, да, то есть срам, и мы пользуемся всем картами. То есть я вот эту 50 процентов страховый нос, НДФО, не плачу. То есть представляете, то есть собственники бизнеса, они всегда будут платить меньше науков, чем наемные граждане. То есть это надо, это надо понимать. Поэтому все нормальные директоры, собственники бизнеса, они содержат всех своих родственников, вообще всех вокруг за счет своей компании. То есть не выводят деньги, потому что когда ты будешь выводить, ты будешь заплатить кучу налогов, а именно внутри компании. Берут в аренду автомобиля, значит, покупая сим-карты, там, не знаю, оплачивают, делать представители совета директоров, там, еще что-то, то есть все вот туда. Поэтому когда мы начинаем вообще оптимизацию, и представляете, самое-то интересное, что как-то это обнаружить, то очень тяжело. То есть налоговая служба, по моей практике, вообще практически к этому не придирается. То есть представляете, вы, вот сим-карты, да, вот если раньше они бегали, там, распечатывали телефонные переговоры, то сейчас они это просто прекратили делать. Значит, то есть автомобиль там служебный отдали, еще что-то, да, там, оплачивали проезд, парковку и так далее. Это все в рамках интересов компании, да, но это, в принципе, его доходы. Поэтому представляете, задать вопрос, а что я могу за тебя купить, да, это очень хороший и простой способ использования льготы и преференции, которые изначально забиты в налоговый кодекс. Он же для богатых писался, для собственников, поэтому мы просто этим можем воспользоваться. Значит, поэтому социальный пакет, это первое направление, по которому надо сходить. Сходить и все, вот реально, там может быть у вас банно-прачечные предприятия, там, банями пользоваться, прачкой, фитнесом, я не знаю, там кучу, вот просто сесть и подумать, что вы можете кроме зарплаты предложить, а если у вас продуктовый магазин, то представляете, просто непаханный край. То есть у нас все время портятся продукты, да, но, соответственно, сотрудники могут все время только получать зарплату колбасой, но очень многие не согласны все время получать колбасой, поэтому здесь тоже не надо перегибать. Будем верны лао-дзы, в крайности подать не будем. Значит, следующее направление, направление, это не облагаемые выплаты, значит, это выплаты, которые не облагаются ни НДФЛ, ни страховыми износами, сейчас мы их проговорим, их большое количество. Следующее, частично облагаемые, то есть мы плачем 100 рублей, государственные 40% мы не облагаем, всем остальным облагаем. Потом выплаты, которые облагаются только НДФЛ и пятая, прямые льготы. Так вот, уважаемые коллеги, вот начинать надо оптимизацию налогов, социального пакета, потом переходить в прямые льготы. Вот я, когда прихожу на предприятие, значит, начинаю спрашивать людей, слушайте, вот вы находитесь там в таком-то районе, местное законодательство у вас там изучали, смотрели вообще вашу деятельность АКВЭД и так далее. Все льготы, которые предусмотрены налоговым кодексом, вы посмотрели, изучали, они говорят, нет, работаем как все, времени на это нет. Поэтому иногда у меня вообще как бы консультация заключается в том, что я просто открываю налоговый кодекс, да, там, нахожу в голову и говорю, ребята, во, они, во, вот и все, пару миллионов заработал. Значит, чувствуете, да, мысль? Поэтому, поэтому изучайте прямые льготы. Значит, у вас на слайде, на слайде, я специально, значит, написал льготы для малого бизнеса. Я просто его пропущу, изучите его. Дальше. По страховым взносам. Громадное количество льгот. Мы же все зарплатные налоги обсуждаем, там, доцелы, страховые взносы. Значит, прямо вот здесь, посмотрите, вот здесь есть QR-код, большой QR-код. Вот, я не знаю, мышка моя видна или нет, вот, которую я вожу по экрану. Напишите мне, пожалуйста, видно мышку, которую я сейчас вожу или нет. Это же интересно. Нет. Значит, без мышки обойдемся. Значит, вот большой QR-код в правом углу, большом, да, то есть можно навести телефон и там скачать, скачать все пониженные тарифы для страховых взносов. Значит, они делятся на территории, то есть на определенной территории, может быть, пониженный тариф, для определенной категории граждан и для богатых. Для богатых, то есть вы понимаете, что там, если больше 100 миллионов с чем-то, да, то они платят 10% вместо 22 страховых взносов. Более того, и еще четвертое направление сейчас появилось в связи с коронавирусом. Вот, опять же, здесь QR-код есть, можно навести на него и скачать. Там есть видеоролик, мы, то есть, поясняем, что там происходит. Поэтому, смотрите, прямые льготы изучаем. Еще у вас прямо в чате, в начале чата, если вы перелеснете, я там дал прямо ссылку на скачивание вот этих прямых льгот. То есть они из себя что представляют? Вот такая толстая распечатка, да, в виде таблицы, и здесь прямо прописаны все прямые льготы. Ну, допустим, для богатых ребят, значит, если свыше 1 миллиона 292 тысячи рублей, то они платят 10% торговых взносов. Дальше, пониженные тарифы для малого бизнеса у вас на слайде есть. Просто еще хочу. Ну, здесь как компания, которая ИТР-компания, которая разрабатывает программное обеспечение, значит, СМИ платят пониженные тарифы, те, которые занимаются инвестиционными фильмами, и так далее, и так далее. Пожалуйста, изучите сначала вот это все, что есть у нас, пониженный тариф. Сходите туда. Значит, второе направление мы с вами прошли. К второму же направлению, к прямым льготам. Я просто не мог обойти. Это, конечно, наш индивидуальный предприниматель. Надо понимать, что если сравнить ООО индивидуального предпринимателя, ИП однозначно не конкуренцией, даже в плане того, что даже ИП будет вести общий режим налогообложения, у него будет, будет НДС. Но у него всегда отпадет ответ на ваш вопрос только мертвые. Нет, уважаемые коллеги, значит, есть живые люди, которые не платят ничего. Представляете? Вот вы занимаетесь налогами, вас вот это не волнует? Вот это же наша квалификация с вами, понимаете? Когда задаешь такой вопрос, а кто не платит вообще? Кем надо стать в этой жизни? Президенты. Президенты тоже платят, к сожалению. В великой счастье. Значит, давайте, следующий. Прямая льгота, вот однозначно, идуально предприниматель. Значит, в чем интерес? Нет, смотрите, если ИП даже находится на общем режиме налогообложения, то есть он платит НДС, то у него же, он же не ведет бухгалтерского учета, представляете? То есть громадное количество геморроя теряется. Там деньги надо туда-сюда, перечислил всем подряд. То есть, как бы вообще вопросов нет. Главное с банком все решить. Поэтому ИП, еще один очень важный момент. Значит, мы сталкивались с выездными налоговыми проверками. По нашим рекомендациям очень многие заводы в регионах из ООО перешли в ИП. Потому что ООО, если у нас была раньше ограниченная ответственность, да, это какая-то, то сейчас у ООО никакой ограниченной ответственности нет. Более того, введено такое понятие, как контролируемое лицо. То есть вы можете вообще быть ни учредителем, ни директором компании, вообще никем. Но когда будут опрашивать ваших сотрудников и скажут, а кто тут правит, а вот он, то есть он, понимаете, контролирующее лицо. Вот и все. Поэтому все дано чистое. Поэтому скрываться в этом плане просто бессмысленно. То есть вы оформляете на себе, как главный предприниматель, все, значит, и вот деньгами распоряжаетесь, как хотите. Значит, в чем фишка? Налоговая служба, когда к вам выходят на проверку, вы же должны распечатать и книгу доходов и расходов. А если у вас миллиардные обороты, то вы представьте себе, я книга доходов и расходов, это с меня ростом, я реально видел, с меня ростом еще там 5 метров туда. Значит, когда они начинают ее проверять, то почему-то... Сначала вдвоем пришли проверять эту книжку. Потом, значит, бригада 14 человек пришла проверять. Они физически проверить ее не могут. А когда... Я так понимаю, тема... Тема, кто не платит налогов, то есть она у нас сейчас просто... Вы на этом вебинаре, она крутая. Ребята, сосредоточьтесь. Прослушайте вебинар. И в конце вебинара мы с вами попробуем ответить на этот вопрос. Значит, вот с ЕП я сказал, да, то есть и проверить ЕП невозможно, когда большие обороты. И деньги ты можешь тратить, как ты хочешь. И, конечно, ну, тут написано, меньше отчетность, меньше штрафов, меньше всего того всего. Вы это все сами изучите, посмотрите. Это просто мое мнение как консультант. И, конечно, в чем фишка, это налоговые режимы. То есть сочетание всяких специальных налоговых режимов, да, делает существование нашего бизнеса на территории Российской Федерации просто невыносимым. То есть, представляете, я занимаюсь... Я просто вот на РБК смотрел, да, вот, я не знаю, кто там... Человек занимался опытом торговли, да, он подтвердил мою точку зрения, подтвердил мою точку зрения о том, что... Вот смотрите, я, говорит, у меня сеть торговая, я с НДС продаю ботинки. Значит, есть тут еще упрощенка на доходе. Он, значит, без НДС доход. Есть, значит, упрощенка на патенте. И так далее, и так далее. То есть еще существует там минимум 6 режимов. На самом деле, если мы еще возьмем самозанятую туда добавим, да, то есть пизлица добавим туда, да, то еще будет больше, понимаете. Там может быть доходить до 10-11 различных вариантов налоговых режимов, представляете. То есть, поэтому перед тем, как вы начинаете вести бизнес или ведете, вы почти посчитаете, в каких режимах для вас это максимально эффективно. Вот. Даже вот режим физлицо и самозанятый, то есть, представляете, я могу быть сотрудником компании, да, и, соответственно, я могу сдавать свой автомобиль и в аренду как самозанятый, как самозанятый, и не платить 13%, а платить 6. С этой суммы, представляете. Фантастические вещи. Поэтому вот это однозначно прямые льготы, которые у нас сейчас существуют. Самозанятые – это, конечно, прямая льгота, и, то есть, пока она есть, надо ей, наверное, воспользоваться. Суммы, правда, там не очень большие. Небольшие. Но мы с вами сейчас с этим разберемся. Значит, прямые льготы. И еще очень большое количество прямых льгот. Я прямо здесь вам дал ссылку. Это интеллектуальная система налогового консультирования. Вот QR-код, опять же, телефоном наводите, скачивайте эту программу. Не скачивайте, а просто заходите на сайт. Ее я рекомендую. Даже если вы его не покупаете, то в любом случае ее просматривайте. Потому что там вот есть название схемы и аннотация к ней. То есть вы будете понимать, что вообще, что можно найти, куда можно покопаться, в какое направление. Ну, представляете, тысячу вариантов различных по зарплате. То есть мы зарплату с вами при желании, если будем нарушать идеологию Вау Цзы, вообще в ноль. Но только если вы будете платить ноль зарплатных налогов, то долго ли вы проживете? То есть это тоже надо понимать. И вообще иногда, когда люди приглашают для того, чтобы как-то посмотреть их налоги, то есть самая главная проблема заключается в том, что понять, а сколько они должны платить налогов, о том, чтобы к ним не было вопросов никаких. Я понимаю, что вы, наверное, сейчас скажете, что чем больше, тем лучше. На самом деле нет. Чем больше ты налогов платишь на территории Российской Федерации, тем больше тебя имеют. Вот абсурдность этой ситуации, то есть этот алгоритм точно не решает. Давайте я вам задам вопрос, а сколько надо платить налогов на территории Российской Федерации? Это второй вопрос. Я подарю вторую книжку ради этого случая, практически философия, чтобы к вам не было претензий. Поэтому подумайте, отвечайте. Значит, прямыми льготами разобрались. В программу вы зайдете, посмотрите. Идем сначала. Давайте посмотрим прямо из этой книжки зарплатные налоги. То есть есть выплаты, оказывается, есть выплаты. Опять же, QR-код. Для чего здесь QR-код? Вы наводите телефоном на этот QR-код. Так вот наводите на него, на камеру. И я, честно сказать, сейчас не смотрю ваши чаты. Налоги зависит от отрасли среднеотраслевые. Давайте так, уважаемые коллеги, два вопроса, не отвечая на него. Будем задавать вопросы по текущей теме. Вот я слайд рассказывал, задавайте по нему вопросы. Там мысль какая-то пришла, задайте, я вам быстренько буду отвечать. Так будет веселее. А вот эти два вопроса, которые я вам задал, книжку разыграю, мы поговорим о них в конце. Так будет веселее всем. Значит, давайте, насчет первое. Значит, есть такой вариант решения нашей задачи. Это иностранные, значит, граждане. То есть, оказывается, когда ты заключаешь договор с иностранным гражданином, который находится не на территории Российской Федерации, то и выплачиваемую иную сумму денег, она не облагается ни НДФЛ, ни страховыми износами. Вообще, как в деталях это все делать? Вот наводите, ну, QR-код. У меня прямо вебинар, представляете, несколько там часов я рассказываю, как это грамотно и красиво сделать. И где это надо использовать. Поэтому скачайте себе, посмотрите. Ну, фишка в том, что не облагается ни НДФЛ, ни страховыми износами вперед. Значит, еще один момент. Здесь написано, дистанционный договор, зачеркните, только гражданской правовой. То есть, с иностранцами, там есть письмо Минтруда, значит, о том, что с иностранцами он запретил заключать дистанционные договоры. И ничего в этом плане пока не поменялось, да, с учетом коронавируса. Вот, поэтому первый вариант рассмотрели с вами. Дальше. Чаевые. Ну, смотрите, вот у нас, более того, сейчас услышал, что Яндекс тоже будет принимать деньги чаевые. Значит, в чем фишка чаевых, уважаемые коллеги? Чаевые не облагаются ни НДФЛ, ни страховыми износами. И вообще не является доходом компания. Более того, есть такая система, плазио, Сбербанк, вообще вот реально разродился несколько лет назад. Это же целая теневая экономика, чаевые. Представляете, то есть, если у вас есть контакт, физлица между физлицом, то есть, вот мы сейчас смотрим вебинар, я вам очень сильно понравился. Значит, мой галстук очень понравился. Вы говорите, о, слушай, классный парень, да, я ему започу чаевые. Перечислили на карточку, понимаете? То есть, эти суммы не будут являться доходом моей организации. И, естественно, она не богатая ни НДФЛ, ни страховыми износами. С какого бодуна я пал, значит, вы посмотрите здесь, опять же, это все есть система, система интеллектуального консультирования есть. И здесь на слайде даже есть арбитражная практика, которая подтверждает мою точку зрения. То есть, другой точки зрения я еще не встречал в этом плане. Поэтому, представляете, есть у вас контакт. Я по всей России ездил до коронавируса, проводил семинары, значит, в Перми. Сидят там два мужчины, значит, два мужчины сидят. Я как только рассказал про чаевые, они встали и ушли. Значит, я думал, что, наверное, что-то не понравилось. Нет, а потом они мне звонят, там, через несколько лет, и звонят и говорят, слушайте, знаете, вы помните, мы сидели у вас в Перми на семинаре, и мы ушли прямо во время вашего выступления. Я говорю, да, был такой момент неприятный в моей жизни. Они говорят, знаете, мы все внедрили. Я вообще в шоке. Что они там внедрили? То есть, они говорят, мы внедрили чаевые на автомойке. Значит, когда написали, значит, 100 рублей, значит, мой. А 500 рублей, значит, это чаевые, этому, кто платит. То есть, можно карточки перечислить, можно, значит, просто так отдать. Значит, это не пробивается кассовый чек. Ничего не делается, это же чаевые. То есть, как бы, и к ним налоговая пришла. Значит, стала их проверять. Поэтому они мне звонили. Но они звонили уже после того, как она закончилась. Закончилась, сказали, что все нормально, нам повезло. То есть, вот прямо по прямой схеме так действует, это очень опасно. Очень опасно. Поэтому обратите внимание. Но чаевые, я говорю, можно использовать вообще везде, где есть контакты, два физические лица. Поэтому это вообще некий пробел, я бы сказал, законодательства, который на данный момент существует. Но опять же, когда вы его будете применять у себя, обязательно надо получить, помните, гарантии. Обязательно надо спросить у налоговой службы, где вы встретите на учете. Знаете, у нас чаевые будем платить. Включается заход или нет. Вам должно на угол ответить так, как вам надо. То есть, как бы еще вот, почему обращаются к нам, допустим, да, то есть мы получаем те ответы, которые нужны. То есть, писать в организации, где изначально вам ответят нет, бессмысленно. То есть, как бы, поэтому обращайтесь к специалистам, да, и мы вам поможем это все сделать. С этим бумажком, однозначно, будет легче жить. Следующая, значит, льгота и преференция – заем с продолжением. Значит, ну, опять же, из всех тысячи схем я просто вот набрал те, у которых у вас вообще никаких вопросов не будет со стороны налоговой службы. Есть десяток там писем Минфина, налоговой службы, они согласны с этой точки зрения. Вот у вас в системе, в структуальной системе налогового консультирования, да, вот прямо 789, видите, номер там написан. Вот там я могу под таким номером найти. О чем фишка займа, смотрите. Значит, я могу своему сотруднику дать деньги взаймы. То есть, мы сделаем сейчас наоборот. Сотрудник может моей компании дать деньги взаймы, и мы можем ему выплачивать проценты. Проценты за использование займа. Проценты будут облагаться, внимание, ставкой 13%, но без страховых взносов. Представляете, то есть, поэтому можно сделать в одну сторону, в другую. А может еще и вообще есть супервариант, допустим, вам надо выплатить какому-нибудь своему сотруднику большую сумму денег. И вы не хотите это делать через зарплату. Что вы делаете? Значит, вы даете ему 100 миллионов рублей, дальше через месяц его просто прощаете. Значит, эту сумму облагаете НТФЛ 13%, но только для участников моего вебинара. Значит, если вы читаете налоговую баллайку, вы видели, значит, решение Верховного суда, который рассказал, что дарение денежных средств, дарение вообще, не денежных, вообще прощение долга и так далее, не предполагает никаких налогов. Представляете, фантастика просто. Конечно, прямо так вот бежать, это все применять я бы не стал, но, учтите, это же супер направление, которое нам открыл Верховный суд. Поэтому почитайте налоговую баллайку, и вот этот вариант тоже можно использовать. Но в любом случае, эта сумма будет облагаться только НТФЛ, но не будет облагаться страховым износом. И еще, уважаемые коллеги, просто если дальше продолжать, любая, как бы, модель, она подразумевает ее использование многогранное. То есть просто так использовать в каком-то месте что-то, это, наверное, не наш уровень. То есть если мы даем займы, то, как правило, займы даются не только для того, чтобы не платить страховые износы, а делаются еще для того, для защиты бизнеса, для защиты активов. Вот самый простой вариант защиты ваших активов в компании – это все отдать в залог. То есть берете своего человека, значит, он вам дает деньги, займы, выплачиваем проценты, а он еще все забирает вас в залог. Когда к вам приходят, вы говорите, знаете, у нас вот это все не наше. Все не наше. Раньше, это, наверное, год или пять назад было, что когда к нам приходили сотрудники полиции и АБЭП, да, значит, полиция, значит, еще всяких органов, значит, мы говорим, знаете, этот компьютер не наш, вот в залоге, вот в перечень, вы не можете его забрать. Они соглашались с этим. Сейчас-то им уже без разницы все, понимаете, они метут все, они сейчас этот офис выметут, еще 10 соседних все унесут, и как бы это уже… Ну, это другая, опять же, посмотрите вебинар «Выездные налоговые проверки». Почитайте нашу книгу «Налоговые споры 2020-2021 год». Там много чего интересного рассказываем. Подготовьтесь. Поэтому вот за ее с продолжением – это шикарная вещь в хороших, квалифицированных руках. Может, церковь не платит налоги? Вы не поверите, церковь, значит, вот все их там батюшки, там, и не батюшки, значит, как бы, они должны платить НДФЛ, страховые износы. Но я ни разу не встречал акта выездной налогопроверки по религиозной организации. Ни разу не встречал. Поэтому, ну, это отдельная тема, вообще религиозные организации по налогам – это отдельная тема. То есть туда лучше вообще не лезть, потому что чревато последствиями для всех. Поэтому оскорбим еще каких-нибудь верующих, там, и так далее. Хотя я сам окрещеный. Но я сейчас просто вот как налоговый консультант говорю, что есть такие вещи, где не платятся. Значит, следующее у нас с вами – это, ну, просто как вариант написал, оказывается, что как выдавать сотрудникам деньги на проезд, не требуя оправдательных документов. То есть это надо все прописать у себя в внутреннем положении, и можно все это выплачивать, не получая первичной документации. Почему это решил? Опять же, с чего это взял? Есть решение суда. Это так чисто, между прочим, я рассказал. Дальше следующая интересная вещь, связанная тоже с налогами – это надбавка за вахтовый метод. Значит, опять же, у вас есть целый вебинар, который посвящен вахтовому методу. Прямо я там несколько часов рассказываю об этом. Фишка о том, что надбавка за вахтовый метод не облагается ни НДФЛ, ни страховым износом, уважаемые коллеги, представляете? Поэтому вам нужно построить вот эту документацию и все прочее, построить так, чтобы вам не было претензий со стороны налоговой службы. Более того, опять же, у нас есть там ссылка на вебинаре, график документа оборота, то есть там можно найти и за 5 тысяч купить полностью весь пакет, как у себя на предприятии сделать вахту. Значит, встречаю различные варианты. То есть охранная компания, да, значит, фирма находится в Москве, филиал находится там где-то в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде приезжают сюда, они по вахте охраняют и уезжают, представляете? 10 тысяч платят за зарплату, 10 тысяч платят надбавку. Надбавка, сумма надбавки ничем не ограничена вообще, командировщик не платится. Вот самое главное, вы же обеспечиваете жильем, обеспечиваете питание. То есть решаете эти вопросы все, да, и, пожалуйста, используйте надбавку за вахтовый метод. Я могу своих аудиторов отправлять на проверку. Это тоже, чем не вахты. Вы уехали там в Норильск, они у меня, значит, проверяют предприятие, значит, на месяц. Обеспечиваю жильем, обеспечиваю. Да, в гостинице живу, пятизвездочную иногда, если повезет. Значит, просто я вспомнил случай, что у нас сотрудница из другой аудитории, компания, пришла, и мы там управляем, наша жизнь аудиторов, она же ведь с ноутбуком и по дорогам. Значит, она говорит, слушайте, ну я только на бизнес-классах летаю. Мы ее спросили, говорит, а вы вообще до нас летали на бизнес-классах? Говорит, нет, почему вы у нас собираетесь летать? Это так, была регулярная полоса. Поэтому надбавка за вахтовый метод, график документ оборота я вам даю. Все комментарии можно в Ютубе посмотреть, мой вебинар специальный по этой цели. Тоже непаханый край, как вообще, где можно применять и использовать. Следующее направление. Капицация зарезенной характера работы. То же самое, не облагается ни НДФЛ, ни страховыми износами. Включается в расходы. Значит, никто не знает, что такое зарезенной характера работы. Поэтому надо, мы рекомендуем себя прямо на свадьбе, напишите, написать письмо в инспекцию по труду. Напишите письмо в инспекцию по труду, получите от них ответ, что да, если у вас расходовый характер работы, вперед. Я всегда привожу пример в Владивостоке. Владивосток, это, наверное, такой край самый шикарный. Вот они там вообще ничего не боятся, например, какие-то схемы оптимизации налогов. Он говорит, просто терять просто нечего. Говорит, у нас тут все так загибается, что вот реально нам все равно. Значит, и водитель, значит, нескольких кораблей, я не знаю, лет так, наверное, 7 назад к нам обращался. Говорит, слушай, ну как вы сотрудникам не платите НДФЛ, стриховый нос, иначе мы просто никак загибаемся. Оказывается, есть льгота, компенсация зарезенной характера работы. Мы написали письмо в их инспекцию по труду и получили ответ, что да, оказывается, вы на 3 месяца уезжая в плавание, все должны получать компенсацию зарезенной характера работы. Она не облагается ни НДФЛ, ни стриховый нос. Более того, на этом корабле даже бухаутер плавал на 3 месяца и уезжал, то есть ей тоже ничего не облагалось. Опять же, мы это делаем только, когда мы получим подтверждение от какого-то госоргана. В данном случае мы получили подтверждение от инспекции по труду. И, кстати, они дали ответы не сразу же сначала, они написали какую-то кариматью, потом все-таки мы там с ними переговорили, объяснили ситуацию, то есть они дали нам чуткое разъяснение, прямо чутко действовать таким образом. Просто говоря, они нам сказали, вы обязаны выплачивать компенсацию, потому что у вас есть решение коллектива по этому поводу. Видите, как важно оформлять хорошие документы. Дальше следующее. Учеба персонала. Учеба персонала. Здесь, значит, опять же, есть вебинар про учебу персонала. Фишка заключается в следующем, что мы, это совершенно логично для нашего бизнеса, мы постоянно обучаем сотрудников, постоянно. Значит, аудиторы приходят, мы их обучаем, значит, не важно, то есть я не встречал людей, которые пришли в нашу компанию, которой бы мы ни обучали. То есть в нашем стандартном внутреннем, в нашем, вообще, мы же на пике всего живем, то есть у нас защита компьютера должна быть, почта, там, почта, там, мэйл, то есть так далее, так далее. Просто мы не должны пострадать, потому что если пострадать мы, пострадают наши клиенты. Вот целая технология, которые надо учить людей, людей. То же самое вы, когда вы есть компания, которая занимается производством чего-либо. Появляется новое оборудование, надо обучать персоналу. Газосварщики, там еще что-то. Постоянно квалификацию проходят. Значит, продавцы постоянно обучатся новой продукции и так далее. Менеджеры по продажам и так далее, и так далее. Просто вот громадное количество людей, которые надо постоянно обучать. Вот и можно сделать, говорит очень просто, делайте положение об учебном центре, не обязательно создавать какой-то учебный центр. Учеба на рабочих местах и выплачивать им стипендию. Стипендия не облагается НДФЛ, но не облагается страховыми взносами. И этим можно пользоваться, использовать. Прямо вот это совершенно связано с вашей работой, понимаете? То есть обучение, это ваш процесс производственный. Но еще один момент очень важный. Что бы вы не делали в этой жизни, сами-то мы можем нанять консультантов, вы можете, конечно, сами сидеть и думать, да, вот у нас там куча, значит, мы право во всем, да, если есть такая льгота, письма и так далее, это все вам не поможет. Поможет только одно. Вы поняли письмо со стороны налоговой службы, а налоговая служба скажет, а с какого будуна вы это делаете? У вас должен быть железобетонный аргумент, потому что нам сказали это сделать. Значит, вопрос, все, что вы внутри компании придумываете, вам кто-то извне должен сказать это сделать. Извне. То есть вам должен ваш поставщик сказать, что вы обязаны обеспечить обучение персоналу, понимаете? Если не обеспечить, мы тебе ничего поставлять не будем. Поэтому, когда налоговая вы говорите, с какого будуна вы никогда ученически не использовались, начали использовать, вы говорите, знаете, а потому что у нас здесь прямо прямое предписание нашего поставщика. И сделать мы ничего не можем. Понимаете, вот это совершенно, как бы, становится какая-то экономическая целесообразность того, что вы делаете, а не только то, что вы оптимизируете налоги. Оптимизацию налогов надо вообще напоследок всегда выбирать. Это, как бы, следствие некой льготы, преференции, которая помогает с точки зрения нашего государства нам развивать бизнес. То есть, надо к этому вот так относиться. Тогда вы будете жить долго и счастливо. Значит, следующее с вами, следующий у нас с вами слайд. Суточный подотчет, коммерческий кредит. Значит, ну, во-первых, у многих, значит, одна схема оптимизации наук, да, если нужна наличка, я переводим на карточку директора. И у директора там на подотчете висят громадные суммы денег. Я встречал, кто-то приходит, два миллиона мучается. Я встречаю по сто миллионов, ребята, встречаются, суммы на подотчете висят. И я могу сказать, хочу сказать, что два миллиона, он больше, наверное, мучается, чем тот, у которого сто миллионов рублей. Здесь какая проблема возникает? То есть, на область тоже может все доночиться, на ДФЛ страховые износы, значит, и так далее, и так далее. Вот. У нас есть алгоритм решения этой задачи. Обращайтесь, мы ему поможем как-то ситуацию разрулить в соответствии с действующим российским законодательством. И еще очень интересный момент – это коммерческий кредит. Коммерческий кредит, то есть, мы можем что-то своему сотруднику продавать в рассрочку. В рассрочку продавать. То есть, тоже и материальная выгода. Материальная выгода, вы знаете, что у нас, в первых 35 процентов, там, большая сумма, да, ставки. Если мы выдаем беспроцентный там займ своему сотруднику, то в этом плане, как бы, возникает очень большая сумма материальной выгоды. Оказывается, если мы товар просто продаем в рассрочку, то никакой материальной выгоды не возникает. Поэтому здесь вот на это обратить внимание. А насчет суточных, то есть, у нас очень многие, почему-то сотрудники уезжают там, хотя никуда не ездят на неделю, на две, куда-то в командировку, и мы плачиваем за суточные, которые не облагаются ни на ДФЛ страховые износы. Это все копейки, но, как бы, есть куда, есть копейки, но иногда для малого бизнеса это вообще спасение. Поэтому у вас есть, значит, 1254 здесь на слайде написано, это в интеллектуальной системе налогового консультирования. Посмотрите, как это все оформляется и делается. Значит, как бы, ну, это вот опять же, это, между прочим, вот, что основное самое красивое. Вообще, когда вы задались вопросом оптимизации налогов, именно зарплаты налогов, то начните всегда с аренды. Аренда вообще неубиваемая сама по себе льгота. То есть, аренда, в чем фишка? Когда вы что-то у сотрудника берете, значит, автомобиль в аренду. Во-первых, вы этот автомобиль содержите за счет компании. То есть, там, ГСМ с НДС, там, ремонт и так далее. Во-вторых, вы выплачиваете вознаграждение, которое облагается на ДФЛ 13%. Но если он будет самозанятый, то он будет платить 6%. Представляете? То есть, какая экономия. То есть, аренда. И самое интересное, что аренда – самый неубиваемый способ вообще льгота эти преференции. Почему? Потому что я, вот, чем сказать, за 20 лет, я практически не встречал, что были проблемы со стороны налоговой службы. Главное, чтобы сумма была рыночная. То есть, цена рыночной аренды такая бы. Ну, это уже второй вопрос, как ее сделать рыночную. Опять же, по аренде имущества как правильно надо арендовать? У вас QR-код есть на экране, наводите. И на видео можно посмотреть мой вебинар, где я об этом все рассказываю. Ничего себе, уже час прошел. Ничего себе, мы должны за час все закучать, а мы только половину рассказали. Следующий вариант – это покупка товара материальных ценностей. Тоже очень интересный способ использования в готы преференции. То есть, мы можем оказывать у любого своего сотрудника или не сотрудника, а вообще гражданина Российской Федерации, у которой есть паспортные данные, купить, я не знаю, там, купить доски, да, на 250 тысяч рублей. Он сдает декларацию, пользуется вычетом, и с этой суммы не платят никаких налогов. Ну, а вторая задача, как их расходы списать, это мы поговорим на вебинаре, который будет у нас 22 июня, по налогу на прибыль. Вот. Но сам факт, что вы можете закупать постоянно какие-то товары материальной ценности у кого-либо, да, и они будут не платить никаких налогов, тоже феноменально. То есть, это вообще некая льгота преференция. Особенно меня, когда привлекают ювелирные компании, компании, которые занимаются какими-то, не знаю, там, вареньями, йогуртами, да, которые закупают, значит, там, овощи, фрукты и так далее, это же просто для них непаханный край. Представляете, то есть, как бы, вот, 250 тысяч рублей, потому что эти деньги можно выдавать вперед, назад. Ещё самое интересное, что по действующему законодательству, то есть, откуда они это взяли, то есть, они не обязаны подтверждать ничем. То есть, они могут вам на самом деле продать космический корабль. Понимаете, то есть, как бы, это вам надо объяснить, для чего нужен был космический корабль. Откуда у них взялся космический корабль? У нас не требует подтверждающих документов. Но об этом, обо всём, опять же, есть целый вебинар. Я несколько часов об этом рассказываю. Вот здесь на QR-коде можно всё это скачать. Дальше. Компенсация за использованное наличное имущество. Значит, тоже не облагается НДФЛ и страхопроизносом. В чём разница между арендой? Аренда обогается НДФЛ 13%, компенсация не облагается. Но, но. В чём, извините, заворожение, геморрой вот этой, как бы, льгот и преференция? В том, что вы не можете им платить больше норм амортизации. То есть, берёте, значит, рассчитываете, компьютер взяли, ноутбук, да. Хотя, честно могу сказать, опять же, помогая оптимизировать налоги компании, которая занимается разработкой программного обеспечения. У них штаб, ноутбуки по 500 тысяч стоят. Представляете, ноутбук 500 тысяч. Срок эксплуатации 2 года. Значит, нормы амортизации рассчитали, да там по 30-40 тысяч можно просто платить за компенсацию, не облагается никакими НДФЛ с такими взносами. Вообще можно, вообще, за любое имущество, которое использует сотрудник, выплачивать компенсацию. И самое главное, что он сам должен это всё использовать. У нас был случай, когда директор, такой любитель, восстановил станок производственный. На этом станке работал другой сотрудник. И, значит, директор получал компенсацию с использованием личного имущества. Нет, это неверно, потому что, то есть, ты сам должен использовать то имущество, которое принёс. И обязательно должен подтвердить, откуда у тебя это имущество взяло, с какими-то первичными документами. Ну, соответственно, у нас же куплено 200 лет назад, поэтому 20 лет назад документы у нас и есть. Дальше следующее. Следующее, значит, профессиональное вычета. Значит, в чём фишка? Есть такая вещь профессиональная вычета. Сейчас очень многие любят инстаграм, фейсбук, контакты, статьи. Это всё это просто наша тема сейчас у всех. Значит, за это, оказывается, можно платить деньги своим сотрудникам и пользоваться льготами по налогам. Оказывается, что если главбуха сделает фотографию, значит, фотографию директора, то она может за 100 рублей получить вычет 20 процентов. И только 80 рублей богатый над охвелом страховым износом. Если она снимет видео с директором, наверное, в бане, это будет однозначная фишка. Значит, 30 процентов. Но если она слепит скульптуру из директора, как директора, то вряд ли она слепит, как директор скульптуру. То есть, у вас каждый год проводят конкурс, да, если снег выпал, дай бог, значит, слепили директора, то как за скульптуру она получит вычет 40 процентов, представляете? И так далее, и так далее. То есть, есть некие профессиональные вычеты, которыми можно пользоваться тоже. Это льготы за творчество. То есть, если вы красиво фотографируете, красиво пишете статьи, размещаете в Инстаграм, вы можете именно таким образом выплачивать людям деньги и экономить на этом налоги. Вот. Поэтому пользуйтесь этим моментом. Звук пропал. Как звук пропал? Уважаемые коллеги, нет, все отлично. Хох, слава богу. Слава богу. Значит, звук есть, слава богу. Дальше следующее. Насчет спорта. Все, наверное, слышали фишку о том, что когда ты занимаешь спортом, тебе выплачивают компенсацию или там за тебя фитнес-клуб, есть решение суда, где сказали, что не облагается ни НДПО, ни страховым износом. И здесь у нас есть такой момент. Опять же, помните, я вам говорю, что мы должны быть как все. Все ли выплачивают за фитнес или за спорт какие-то компенсации? Нет, конечно. Поэтому, если будете делать вы это, то значит, к вам однозначно будет интерес налоговой службы. Но если все-таки вы знаете, что будет интерес, то подготовьтесь. Посмотрите, пожалуйста, фильм небольшой. На ютубе вот QR-код наводите телефон, можно посмотреть, что там есть, говорится об этом. Здесь фишка-то в чем заключается? Что некоторые, вот я вот реально встречался, когда на предприятии внедряли, взяли нормы ГТО. Значит, и сказали, что если, значит, вы выполняете такую-то норму ГТО, да, там, отжимаешься десять раз, наклоняешься, пол там, я все это смотрел. У них, как вы думаете, кто у них на золотой значок потянул? А кто на золотой значок тянет, тому миллион рублей выплачивается в год. Значит, на золотой значок у нас вытянул, значит, заместитель генерального директора, потому что он фитнес, там, какой-то олимпийский чемпион. Но главбух, главбух, значит, весил примерно столько, сколько сейчас я, да, где-то килограмм, наверное, сто десять. Но когда я зашел, там, через, там, полгода к ней в кабинет, я просто ее не узнал. Не узнал. То есть, она и от полу отжимается, и приседает. Представляете, пятьсот тысяч она еще и получила компенсацию. Поэтому, вот видите, можно и налоги оптимизировать, да, то есть, и, соответственно, еще и здоровье найти. Дальше. И так далее, и так далее, уважаемые коллеги, то есть, вот этих вариантов, давайте с вами вернемся к нашему слайду, который был в самом начале, этот слайд. Вот. Значит, мы с вами поговорили про социальные пакеты. Необлагаемые выплаты. Необлагаемые выплаты. Тут вы помните, что вообще не облагается никаким налогом. Надбавка за вахтовый метод. Компенсация за используемого личного имущества. Частично облагаемые, помните, профессиональные вычеты. Только НДФО облагается. Это, как правило, классика, это аренда, стипендия. И прямые льготы, это различные, значит, тарифы, пониженные тарифы по страховым взносам. В НДФО у нас нет ни пониженности тарифов, поэтому здесь вот это надо иметь в виду. Но самое-то главное во всем этом, уважаемые коллеги, о том, что мы, конечно, с вами можем придумать, давайте откроем слайд номер 28. Вот это все у нас очень много всяких схем, да, то есть вы еще программу нашу купите, книжку, да, у вас такое громадное количество этих всего. И зовете сотрудника и говорите, значит, у тебя завтра будет стипендия. Вот сотрудник не согласен с этим. Значит, ты не согласен быть эпистем, не согласен, значит, аренду имущества брать и так далее. То есть люди, это главная такая проблема. Но сейчас с этим стало легче, потому что перестали верить в Пенсионный фонд Российской Федерации. Раньше вот просто вот мы когда говорили, что они просто не все верят в Пенсионный фонд России. Сейчас никто не верит. И сейчас каким образом можно уговаривать сотрудников применение там стипендий там еще что-то. Это путем экономики. Берете, считаете, считаете, что вы экономите там 20 тысяч рублей. Говорите, вот 10 тысяч рублей я себе забираю, а 10 тысяч рублей я тебе отдаю. Я могу отдать тебе как самозанятому заплатить, заплачу тебе, да, но если ты так веришь в Пенсионный фонд, возьмите 10 тысяч рублей и сам сходи заплати в Пенсионный фонд Российской Федерации. Вот и все, понимаете? То есть вот такой именно экономика, если у нас раньше-то с вами как бы было все построено, все отношения на каких-то других, значит, вещах, не связанных с деньгами, то сейчас заказывается за счет денег и путем экономического стимулирования, практически решается все вопросы с сотрудниками. Очень редко кто отказывается и говорит, что нет, я все-таки буду так, как все белые, буду меньше получать. Нет, все соглашаются. Поэтому обратите на это внимание. Дальше следующее, хотел бы переговорить, что самая главная проблема, когда ты внедряешь схемы оптимизации, это люди. То есть они могут, особенно те, которые уволились, и налоговые вообще как бы строят свои выездные налогопроверки именно на людях. То есть у нас занимается допросами. И здесь в этом плане, конечно, надо использовать новейшие технологии. То есть как бы, во-первых, жизнь показала, что не надо их готовить, эти сотрудники вообще никуда там поездной. Пускай они туда идут и берут 51 статью Конституции Российской Федерации, а потом их мы здесь допрашиваем самостоятельно, используем или адвокатов, или частных детективов, используем полиграфов, да, то есть дают те показания, которые нам нужны, и используем в дальнейшем для возражения. Эта жизнь показала, что это, наверное, самый правильный вариант решения задач. Потому что если вы сотрудников готовите, их вам может быть очень много, понимаете, тысячи, даже если подготовите, не факт, что они скажут то, что надо. Даже если они скажут то, что надо, то налоговая служба вырвет из текста то, что ей надо, и это вырубит влаг. Но, опять же, кто с этим столкнулся, да, тот четко понимает, о чем я говорю. Но когда об этом рассказываешь директорам, они не верят, они все думают, что они там с кем-то договорятся. Нет, договориться, наверное, возможно, да, но когда у вас куча документов и так далее, тогда намного проще договориться, чем без этих документов. Используйте специалистов-профайлеров, то есть я тоже хочу сказать, изучите эту тему, то есть насчет лжи там, да, допустим, правду говорит, неправду человек говорит. Ну, допустим, мы недавно использовали специалисты-профайлеры для того, чтобы, ну, с голубухом общались и выяснили, что она, оказывается, вступила в сговор, значит, с налоговой службой, сговор, да, которая обещала ее не трогать, ничего и не будет, пускай она все сдастся. Потом они обещали ее взять даже себе на работу, представляете? То есть если бы мы специалистов-профайлера бы не пригласили, мы бы так об этом и не узнали. А от полиграфа она просто отказалась. То есть если ты отказываешь, ты не можешь человека насильно это сделать. Как вы думаете, после коронавируса и раздачи льгот субсидий, дает ли усиление налогового пресса со стороны государства в какой форме это усиление возможно? Уважаемые коллеги, не то, что ожидается, дана команда, дана команда, потому что у нас не хватает бюджета местные, у нас же льготы сделали, не стали оплатить местный бюджет, НДФЛ, упрощенки и так далее. Это же все у нас местные бюджеты идут, представляете? Республиканцы и местные, у них просто вообще нет денег сейчас, представляете? И это самое главное, к осенью просто будет вообще жесть. Вам надо просто всем готовиться к выездным налоговым проверкам. Я рекомендую вам купить вот нашу книжку с дополненной реальностью. Более того, у нас акции действуют, если покупаете в формате PDF, то мы ее в печатном варианте вам посылаем в любую точку страны. Вчера вот мы только там несколько коробок послали всем. В чем ее фишка? Сейчас я обращу внимание, что вы можете ее просматривать, не только смотреть, а уже вот сейчас попробую показать, видите? Видите, то есть наводите телефон и можете просматривать видеоролики, которые там есть. Более того, опять же через QR-код набирает, здесь есть все нормативные документы, связанные с выездной налоговой проверкой. Все, представляете? Не надо там никаких правовых систем, вообще ничего не надо. Книжка есть, все формы, банки, документы, все есть у вас прямо под рукой. Не электричество у вас не отрубят, то есть не надо ничего там отключать, то есть если отключится электричество и так далее, то есть все будет под рукой. Значит, ну это с выездной налогопроверкой мы разобрались. Дальше. С профайлером, профайлингом, это новый полиграф, используем профайлинг, это как бы новые технологии, которым налога служит просто не готова. Вот книжка у нас «Налоговый спор», опять же можно найти паркод, посмотреть, как им пользовался, как им можно скачать. Вот, и подписывайте на наш канал, телеграм-канал «Налоговые баловаки». И давайте мы с вами в конце сделаем выводы. Значит, вот я думаю, что, в принципе, я сегодня пять направлений проговорил, куда двигаться. Если вам надо больше, значит, вы можете купить книжку «70 решений по зарплате», еще больше купите систему инструкционного консультирования по налогам, что-то я уже стал заговариваться. Вот, и давайте про выводы поговорим. Давайте вот какие выводы вы сделали после этого вебинара. Для того, чтобы, опять же, стимулировать, мы разыграем третью книжку. Самый шикарный вывод получает в подарок философию, практическую философию. И давайте мы начнем с первого. Значит, первый у нас был вопрос с вами, а кто вообще ничего не платит? Значит, я вам просто подскажу, я сам этого не знал. Оказывается, сотрудники и международные банки, международные банки освобождены от всех налогов на всех территориях мира, представляете? То есть, вот, поэтому они не платят вообще ничего. Значит, второй вопрос у нас был, а сколько надо платить налогов, чтобы вам не было никакие претензии? Ну-ка, давайте, кто-то у нас ответит. То есть, я так понимаю, на первый вопрос вообще никто у нас не ответил. Так, ну-ка, давайте посмотрим. Никто у нас не ответил на первый вопрос. На второй вопрос у нас с вами сказали, что там ставка налогов. Так, я где-то читал там. 0,5-0,9 от оборота. Давайте сделаем так. Значит, вот как мы подходим к тому, как понять, сколько налогов нужно платить? Значит, мы, конечно, сначала пользуемся официальными ресурсами. То есть, заходим на, есть такой сайт, ссылка, прозрачный бизнес. Значит, там забиваем данные, но проблема в том, что нет ни одного предприятия на территории Российской Федерации, которое соответствует тем критериям, которые там есть. Там все очень завышено. Поэтому мы обращаемся, как правило, в отдел камеральных проверок и говорим, какие у вас там критерии основные есть, чтобы вы нас не трогали. То есть, как бы, если у нас эти цифры меньше, то мы изначально готовим железную аргументацию того, что, то есть, аргументацию, почему мы не писываемся в эти критерии. Когда нас вызывает, мы всегда говорим причину, почему мы туда писаться не можем. То есть, вот такой вот вариант. Значит, вторую книжку, получается, я тоже никому не отдаю. И третья книжка. Давайте, какие выводы, уважаемые коллеги, вы делаете? Вот сегодня прослушив семинар, связанный с зарплатными налогами. Что для вас оказалось полезным из этого вебинара? Если вам ничего полезного не оказалось, так напишите «Ничего». Это совершенно нормально, потому что мы же с вами коллеги, мы занимаемся одними и тем же. От налогов можно уходить и нужно. Я такого точно не говорю. То есть, если вы будете уходить от налогов, то вы долго не проживете. То есть, надо, на самом деле, платить как можно больше налогов. Помните, я говорю, что 300% ретабельности. Нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Дальше. Знание силы. Надо изучать законодательство. Надо переходить к категории богатейших людей. Можно законно снижать налоги, и это здорово. Чаевые понравились. Будут двигаться в сторону олигархов, а немало налогов платят. Самая полезная новость канала «Налогобаловайка». Смотрим и учимся. Мое пропустили. Елена Кузнецова, что мы там у вас пропустили? Есть куча возможностей оптимизировать налоги и зарплаты. Да. Нужно научиться жить в системе, а не против системы. Нужно контактировать с отделом камеральных проверок. Правильно использовать схему оптимизации делает жизнь проще. Главное от органов получить подтверждение. В общем, я, знаете, я с вами согласен. Давайте. Я выиграл. Елена Кузнецова написала «Я выиграла в общем». Елена Кузнецова, давайте вы у нас выиграете. Так и быть. Ну, давайте, раз у нас еще две книжки осталось, я еще отдаю. Значит, самое полезное – это канал «Налогобаловайка». мне чувство юмора очень нравится. Значит, Усикова Татьяна, значит, давайте, вы напишите мне, пожалуйста, в Telegram. Значит, я сейчас вот телефон напишу, который у меня с месседжей есть. 8-925-512-8-4-6-5. Дальше, правильно. То есть, это месседжеры, если что, общайтесь со мной через сигнал, желательно. Фрима, значит, Telegram, WhatsApp и все месседжи, они просто прочитываются. Я вот недавно был у следователя, у него прямо распечатки лежит Telegram или WhatsApp моего клиента, при том, что это было вчера. Представляете, вообще фантастика просто. Поэтому будьте аккуратны. Вот сигнал еще, сами сотрудники ФСБ говорят, что пока они добраться не могут. А почту пользуйтесь ProtonML. Швейцарская, значит, такая здесь система, ей пользуйтесь. Значит, я двоих, да, назвал? Давайте еще третий нажмем. «Главное, грамотно, выбранный муж». Юлия Аксеевна, вы выиграли третью книжку, поэтому пишите мне. Но не знаете, какая просьба? Значит, книжку надо будет забрать, наверное, самостоятельно. Если вы вообще где-то живете не в Москве, то мы вам вышли, конечно. Если живете в Москве, то приезжайте к нам в офис, посмотрите наши роботов, мы вам книжку вручим. Поэтому звоните, пишите. Давайте на этом будем с вами заканчивать. Спасибо, что вы были с нами. И следующий вебинар у нас с вами. Покажите роботов. Значит, давайте так. Все хотят, чтобы я показал роботов наших или нет? Вот скажи, вот если напишешь, человек хотя бы здесь напишет туда, то тогда я иду и показываю роботов. У нас прямо такой интерактив с вами получается. Так, вот наши роботы. Так, вот первый робот у нас стоит, второй и третий. Видите, Катя у нас самый боевой робот, который есть. Просто сейчас у нас все на коронавирусе, поэтому у нас как бы ничего не работает. Но вот если вы придете к нам за книжками, то мы вам это все покажем. Ну что, давайте с вами заканчивать. Значит, 22 июня мы поговорим про наук на прибыль. Про наук на прибыль. Очень интересный вебинар будет. Не менее интересный, чем по зарплате. Поэтому всего вам хорошего. Спасибо, что вы были с нами. И смотрите, еще есть такой момент. В самом начале чата я написал, где можно подписаться на мои новости. То есть я делаю рассылку по электронной почте и буду присылать вам свежую информацию, связанную с налогами, там вебинарами, с новыми книжками. Вообще все, что связано с налогами. Поэтому подписывайтесь там, переходите на ссылку. Всего вам доброго. До новых встреч.